Швейка выгоняют из сумасшедшего дома. Описывая впоследствии свое пребывание в сумасшедшем доме, Швейк отзывался об этом учреждении с необычайной похвалой. По правде сказать не знаю, почему эти сумасшедшие сердятся, что их там держат. Там разрешается ползать ногишом по полу, выть шакалом, беситься и кусаться. Если бы кто-нибудь проделал то же самое на улице, так прохожие диву бы дались. Но там это самая обычная вещь. Там такая свобода, которая и социалистам не снилась. Человек там может выдавать себя и за Бога, и за Божью Матерь, и за Папу Римского, и за Английского Короля, и за Государя Императора, и за Святого Вацлова. Впрочем, тот, кто прикидывался Вацловом, все время был связан и лежал ногишом в одиночке. Еще был там такой, который все кричал, что он архиепископ. Этот ничего не делал, только жрал, да еще кое-что, извиняюсь, сделал, что рифмуется со словом «жрал». Впрочем, там никто этого не стыдится. Один даже выдавал себя за святых Кирилла и Мефодия, чтобы получать двойную порцию. Там даже сидел беременный господин. Этот всех приглашал на Кристины. Много было там шахматистов, политиков, рыболовов, скаутов, коллекционеров почтовых марок, фотографов-любителей. Один попал туда из-за каких-то старых горшков, которые он называл урнами. Другого все время держали в связанном в смирительной рубашке, чтобы он не мог вычислить, когда наступит конец света. Сошелся я там с несколькими профессорами. Один из них все время ходил за мной по пятам и разъяснял, что прародина цыган была в Крконышах. А другой доказывал, что внутри земного шара имеется другой шар, значительно больше наружного. В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте. Как-то раз принялись там рассказывать сказки, да разодрались, когда с какой-то принцессой дело кончилось скверно. Самым буйным был господин, выдававший себя за шестнадцатый том научного энциклопедического словаря издания «Отто» и просивший каждого, чтобы его раскрыли и нашли слово «переплетное шило», иначе он погиб. Успокоился он только после того, как на него надели смирительную рубашку. Тогда он начал хвалиться, что попал в переплет, и просить, чтобы ему сделали модный обрез. Вообще, жилось там, как в раю. Можете себе кричать, реветь, петь, плакать, блеять, визжать, прыгать, молиться, кувыркаться, ходить на четвереньках, скакать на одной ноге, бегать кругом, танцевать, мчаться к голопам, по целым дням сидеть на корточках или лезть на стену, и никто к вам не подойдет и не скажет, «Послушайте, этого делать нельзя, это неприлично, стыдно, ведь вы культурный человек». Но, по правде сказать, там были только тихие помешанные. Например, сидел там один ученый-изобретатель, который все время ковырял в носу, и лишь раз в день произносил, «Я только что открыл электричество». Повторяю, очень хорошо там было, и те несколько дней, что я провел в сумасшедшем доме, были лучшими днями моей жизни. И правда, уже самый прием, который оказали швейку в сумасшедшем доме, когда его привезли на испытание из областного уголовного суда, превзошел все его ожидания. Прежде всего, швейка раздели до нога, потом дали ему халат и повели купаться, дружески подхватив подмышки, причем один из санитаров развлекал его еврейскими анекдотами. В купальне его погрузили в ванну с теплой водой, затем вытащили оттуда и поставили под холодный душ. Это повторили с ним три раза, потом осведомились, как ему это понравилось. Швейк ответил, что это даже лучше, чем в банях у Карлова моста. И что он страшно любит купаться. «Если вы еще для полного счастья острижете мне ногти и волосы, то о большем и мечтать не приходится», – прибавил он, мило улыбаясь. Его желание было исполнено. Затем швейка основательно растерли губкой, завернули в простыню и отнесли в первое отделение в постель. Там его уложили, прикрыли одеялом и попросили заснуть. Швейк еще и теперь с любовью вспоминает то время. «Представьте себе, меня несли, несли до самой постели. Я испытывал неземное блаженство». На постели швейк заснул блаженным сном. Потом его разбудили и предложили кружку молока и булочку. Булочка была уже разрезана на маленькие кусочки. И в то время, как один санитар держал швейка за обе руки, другой обмакивал кусочки булочки в молоко и кормил его, вроде как кормят клетками гусей. Потом швейка взяли подмышки и отвели в отхожее место, где его попросили удовлетворить большую и малую физиологические потребности. Об этой чудесной минуте швейк рассказывает с упоением. Мы не смеем повторить его рассказ о том, что с ним потом делали. Приведем только одну фразу. «Один из них держал меня при этом на руках», – вспоминал швейк. Затем его привели назад, вложили в постель и опять попросили уснуть. Через некоторое время его разбудили и отвели в кабинет для освидетельствования, где швейк, стоя совершенно голым перед двумя врачами, вспомнил славное время рекрутчины и невольно с его уст сорвалось. «Тауглих! Годен!» «Что вы говорите?» – спросил один из докторов. «Сделайте пять шагов вперед и пять назад». Швейк сделал десять. «Ведь я же вам сказал, – заметил доктор, – чтобы вы сделали пять. Мне лишней пары шагов не жалко». После этого доктора потребовали от швейка, чтобы он сел на стул, и один из них несколько раз стукнул его по коленке, затем сказал другому, что рефлексы вполне нормальны, на что тот покачал головой и принялся сам стучать швейка по коленке, в то время как первый открывал швейку веки и рассматривал его зрачки. Потом они отошли к столу и перебросились несколькими латинскими фразами. «Послушайте, вы умеете петь?» – спросил один из докторов швейка. «Не могли бы вы нам спеть какую-нибудь песню?» «Делайте одолжение», – ответил швейк. «Хотя у меня нет ни голоса, ни музыкального слуха, но для вас попробую спеть, коли вам вздумалось развлечься». И швейк хватил. «Что, монашек молодой, головушку клонишь, две горячих слезы ты на землю ронишь?» «Дальше не знаю», – прервал швейк. «Если желаете, споем. Ох, болит мое сердечко, Ох, тоска запала в грудь, Выйду, сяду на крылечко, На дороженьку взглянуть. Где ж ты, милая, зазноба?» «Дальше тоже не знаю», – вздохнул швейк. «Знаю еще первую строчку из «Где родина моя?» И потом «Виндежгрец» и прочие паны-генералы Утром с позаранку войну начинали. Да еще пару простонародных песенок Вроде «Храни нам, Боже, государя», «Шли мы прямо в Яромерь» И «Достойно есть, якого, истину». Оба доктора переглянулись, И один из них спросил швейка «Исследовали когда-нибудь раньше Ваше психическое состояние?» «На военной службе», – Торжественно и гордо ответил швейк. «Господа военные врачи Официально признали меня полным идиотом». «Мне кажется, что вы симулянт!» Крикнул на швейка другой доктор. «Совсем не симулянт, господа», – Защищался швейк. «Я самый настоящий идиот. Можете справиться в канцелярии 91-го полка в Чешской Будеевицах Или в управлении запасных в Карлине?» Старший врач безнадежно махнул рукой И, указывая на швейка, сказал санитарам «Верните этому человеку одежду И передайте его в третье отделение, В первый коридор. Потом один из вас пусть вернется И отнесет все документы в канцелярию. Да скажите нам, чтоб долго ника не делились, Чтоб он у нас долго на шее не сидел». Врачи еще раз бросили сердитый взгляд на швейка, Который учтиво пятился к дверям. На замечание одного из санитаров, Чего, мол, он тут дурака валяет, Швейк ответил «Я ведь не одет, совсем голый. Вот я и не хочу показать по нам того, Из-за чего они могут подумать, Будто я невежа или нахал». С того момента, как санитары получили приказ Вернуть швейку его одежду, Они больше нисколько о нем не заботились, Велели ему одеться, И один из них отвел его в третье отделение. Там швейка держали несколько дней, Пока канцелярия оформляла его выписку Из сумасшедшего дома, И он имел полную возможность И здесь производить свои наблюдения. Обманутые врачи дали о нем такое заключение «Слабоумный симулянт». Так как швейка выписали из лечебницы Перед самым обедом, Дело не обошлось без небольшого скандала. Швейк заявил, что если уж его выкидывают Из сумасшедшего дома, То просто свинство не давать ему обеда. Скандал прекратил вызванный Превратником полицейский, Который отвел швейка В полицейский комиссариат На Сальмовой улице.